2 апреля 1996 года. Пока многие постсоветские страны приходят в себя после развала СССР, Беларусь и Россия решают вместе двигаться дальше. В Кремле, как позже скажут специалисты, подписывается исторический документ. Договор об образовании сообщества двух государств, интеграция с сохранением суверенитета. А еще через год заключают договор о союзе, скептики разводят руками. В кулуарах звучит один вопрос. Зачем? Но, как известно, большое видится на расстоянии. Сегодня союзники реализуют множество проектов. Строительство, промышленность, оборона, спорт, культура, контракты на миллиарды долларов. Например, накануне праздника в Минске подписывают соглашение о создании Российско-Белорусского института новых технологий. Речь в первую очередь об инженера-конструкторах. Они займутся разработкой высокотехнологичных материалов. Сейчас в вузах обсуждают программу и продолжительность обучения, прохождение практики, а также обмен преподавателями. Предварительно первых студентов начнут набирать уже со следующего года. Но дружбу ведь не измерить никакими деньгами. Так, например, у Бобруйска целых восемь городов-побратимов. Большая часть из которых приходится на Россию. Расстояние пандемии не помеха. Поздравления переходят в онлайн-формат. Я желаю вам мира, успехов, здоровья, благополучия. В том числе и в борьбе с коронавирусом, который сегодня по-прежнему еще грушует по планете. Но благодаря все же нашим активным действиям и здесь, я думаю, мы с вами наведем порядок. Бобруйск с размахом отмечает День единения двух народов. Кульминацией становится большой праздничный концерт во Дворце искусств. Пусть интеграция уже четверть века. Союзники продолжают укреплять и развивать сотрудничество. За годы дружбы 2 апреля из праздника превратилась в настоящий символ близости двух народов – культурной и духовной. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.